Перед началом ролика спешу сообщить Грандиозная распродажа ко дню святого Валентина на jd.ru Сотни интересных подарков ко дню всех влюбленных для него и для нее Со скидками до 75% и бесплатной доставкой Сувениры от нескольких долларов, гаджеты, аксессуары, одежда, бижутерия и многое-многое другое Купон на дополнительную скидку на продукцию от JD Collection Код купона вы можете видеть на своем экране и в описании Успей купить самый крутой подарок с 18 января по 25 января на jd.ru Ссылка в описании А еще там новая акция Каждый день новые товары с ограниченным количеством по суперцене Скидка действует только один день Заходите сейчас и проверьте на что есть скидки сегодня Ну а я начинаю Есть такие фильмы, при просмотре которых меня буквально разрывает на части Меня нельзя видеть в эти моменты, поскольку у меня глаза на мокром месте И этот фильм как раз из таких Он не про умного человека Он не про грандиозные события Он не является остросоциальной драмой И представляет собой простой, добрый, оптимистичный фильм И кое уж вышло наконец-то годное продолжение этой картины За работу в котором Сильвестр Сталлоне вновь получил номинацию на Оскар То почему бы не вспомнить тот самый фильм Приветствую, меня зовут Сокол И сегодня я расскажу вам о Рокке А также о недавнем продолжении под названием Крит Покажи на что способен Да-да, Слай вновь получил номинацию за роль все того же персонажа За которую он уже однажды получал номинацию Роль, которая прославила Сильвестр Сталлоне Роль, которая бросила к его ногам весь Голливуд Такой невероятный успех И все благодаря одному фильму Неплохо для бывшего парикмахера Второпланового актера в проходных лентах Даже имеется роль в порнофильме И для человека, который находился на грани нищеты В тот момент, когда обивал пороги киностудии Со своим сценарием фактически о самом себе Это сейчас мы его знаем как икону экшн-жанра А тогда он был никем Ну это правда, Адриэн Я был никем И даже больше, чем никем После множества попыток покорить кино Олимп Он даже играл в эпизоде фильма Вуди Аллена «Бананы» Слай понял, что с его странной внешностью и голосом Для него просто нет ролей Сильвестр родился в Нью-Йорке В так называемой адской кухне Это был дешевый роддом в трущобах Где не особо заботились о гигиене, безопасности и комфорте Так вот, когда Акушер доставал малыша Слая из утробы матери С помощью специальных щипцов Он повредил ему часть лицевых мышц Именно поэтому у Сталлоне этот дефект внешности и постоянный взгляд грустного Симбернара А также трудности с голосом, поскольку часть языка тоже не работает Над ним в детстве часто смеялись по этому поводу Но он сумел одолеть злых на язык детей при помощи грубой силы А чтобы побороть застенчивость, он записался на курсы актерского мастерства В итоге его неординарная внешность послужила тому, что он решил написать сценарий под себя Фильм Рокки был практически основан на том, что происходило в реальности Во-первых, на события, описанные в фильме Слая натолкнул боксерский бой в марте 75-го года Между Мохаммедом Али и никому неизвестным претендентом Чаком Уэпнером Который в итоге проиграл Мохаммеду техническим нокаутом Но мужественно выстоял против него почти все 15 раундов Это был настоящий триумф для него Во-вторых, Сильвестр подумал, а каким чудесным образом могли бы сойти звезды так Чтобы такое ничтожество, как он и его персонаж могли бы прославиться подобным образом Так и родилась идея Рокки Нищего глуповатого боксера, об которого все в буквальном смысле вытирают ноги Но которому выпадает шанс проявить себя, сразившись на ринге с чемпионом Аполло Кридом Это история о человеческом стремлении, стойкости, любви и умении верить в себя О том, на что способен маленький человек, если соберет волю в кулак Сценарий был написан и Сталлоне решил продать его только при условии, что главную роль сыграет именно он Текстом заинтересовалась студия United Artists спустя какое-то время Только им нужен был скрипт Они планировали взять на главную роль Берта Рейнольдса Или еще кого А шедший прицепом Сильвестр Сталлоне их не интересовал Однако Слай проявил железную стойкость и выдержку Несмотря на то, что он был беден настолько, что продал собственную любимую собаку за 25 долларов Потому что ее нечем было кормить Он отказался от гонораров 300 тысяч баксов И в конце концов магия этого сценария была столь велика, что студия скрипя сердцем согласилась с условиями Слая В буквальном смысле поверив в него Слай получил 70 тысяч долларов за сценарий и за роль в фильме Первым делом он выкупил своего пса Новый обладатель которого не растерялся и продал его обратно Слаю за 13 тысяч долларов Подлая скотина, больше нечего сказать И кстати, именно этого пса, лучшего друга Сильвестра, мы имеем счастье видеть в фильме Рокки Что сказать, бюджет у картины был мизерный, всего миллион долларов и 100 тысяч Поэтому приходилось экономить на всем, даже собаку использовать собственную Однако эта экономия вылилась во много хитростей, о которых будет интересно мне рассказать, а вам услышать К примеру, в сцене, где Рокки и Эдриан катаются на коньках, должны были быть задействованы 300 статистов Которые изображали бы радостных посетителей катка Но денег на это попросту не было Поэтому Слай предложил переписать эту сцену У Рокки, например, тоже нет денег на посещение катка в дневное время Кроме того, что поделать, если они пришли уже после закрытия катка Поэтому он договаривается со сторожем, чтобы тот пустил их покататься И от этого, на мой взгляд, сцена только выигрывала Можно спросить? Абсолютно Конечно Почему вы боксируете? Я не умею ни петь, ни танцевать Финальный бой должна была смотреть толпа народа Но денег, опять же, не было Выкрутились так Всем пришедшим полагался бесплатный обед И обещание того, что они посмотрят, как снимается кино 4000 обедов пришлось раздать, кстати Мы любим тебя, Рокки! Ты чемпион! Спасибо, что пришли Ошибка на постере с перепутанным цветом шорт была реальная Денег на новый постер просто не было Да сняли вот эту сцену Мистер Йоргенсен, на афише ошибка Какая? У меня белые трусы с красной полосой Ну это не так важно, согласен? На роль Аполла Крида взяли бывшего футболиста Карла Уэзерса Он сыграл типичного боксера-шоумена Помогло то, что он подобных людей знал в реальности Поэтому он смотрелся в этой роли весьма органично На роль друга Рокки, Поли, был приглашен Берт Янг За эту роль он заслужил номинацию на Оскар А тебя, Эдриана, я не для того воспитывал, чтоб ты шлялась с этим уродом Больше ударит мне? Давай, я тебе обе руки переломаю, ты больше не сможешь им махать Также номинацию получила Талия Шайер, которая сыграла Эдриан, сестру Поли и девушку Рокки Еще одним номинантом стал Бёрджес Мередиц Который исполнил роль тренера и менеджера Микки В целом, итоговый фильм получил 10 номинаций Что, конечно, было триумфом ленты и лично Сталлоне Он получил сразу две номинации, как актер в главной роли и как сценарист Правда, эти награды ему не суждено было получить Но он и не грустил по этому поводу Фильм и так получил три Оскара Это лучший режиссер Джон Эвилсон Лучший монтаж Фильм породил целую волну картин с подобным монтажом тренировок И самое главное, лучший фильм 76-го года Бесспорный успех Кроме того, также номинировали Билла Конти за нереально крутую песню Gonna Fly Now Вставлять эту музыку во время монтажа тренировок или поединков Это, на мой взгляд, запрещенный прием Когда я услышал небольшой отрывок в фильме Крит У меня сердце сжалось, а слезы сами собой подкатили Поскольку это нереально крутая тема Она выполняет половину дела в эмоциональной работе со зрителем И когда в фильме демонстрируется эта сцена Которая, кроме того, отлично сыграна и поставлена То я никогда не мог с собой совладать Второй момент, когда все срабатывает так, как надо Это бой Рокки Бальбо с Критом И вот какая штука В самом главном фильме про бокс, пожалуй, сюрприз Самого бокса очень мало Весь фильм нас готовит к последнему матчу А его там от силы 5 минут Но он очень эмоционально сделан зато Сидишь и реально переживаешь, как будто смотришь настоящий бой Отличная музыка, прекрасные актерские работы И сильнейший накал страстей Кроме оглушительного успеха на Оскаре Фильм имел просто сногсшибательный успех в кинотеатрах При бюджете в 1 миллион 100 тысяч долларов Фильм собрал в прокате 225 миллионов И стал настоящим культурным феноменом Рокки это заслужил Прекрасная история о человеке, который сам даже себя считает никем Но который в итоге начинает верить в себя И проявляет чудеса несгибаемости Чем и покоряет сердца народа У него куча проблем в жизни Он недалекий и, можно сказать, незаметный человек Который подрабатывает вышибалой у местного авторитета В друзьях у него только вечно пьющий работник скотобойни Который также устал от своей жизни Даже Микки, тренер На Рокки обращает полноценное внимание Только когда Крит приглашает его сражаться за титул А из-за чего приглашает? Ему нравится его прозвище Итальянский жеребец Рокки Бальбо Никогда не слышал о нем Зато имя говорящая Итальянский жеребец Это понравится прессе И Рокки решает, что во что бы то ни стало нужно доказать всем Но прежде всего себе самому Что он не пустое место И пусть он понимает, что Крида он не побьет Но все же он постарается не уступить ему так просто Как на то рассчитывает Аполло Крит И здесь происходит то, что немногим картинам удается Лента заставляет испытывать гордость за главного героя Я был счастлив тогда, когда был счастлив Рокки А этот эффект дорогого стоит, если честно Прекраснейший фильм, который обладает невероятным количеством запоминающихся элементов Здесь и избивание мясной туши И тренировки Рокки И великолепная наивная и с примесью грусти концовка И запоминающийся образ самого Рокки Не представляю никого другого в этой роли Уж тем более Бёрд Рейнольдса Чудесная лента во всех отношениях Естественно, такой успех породил множество сиквелов разной степени качества Самый известный из них у нас Это, конечно, Рокки 4 Иван Драгон, наше все Но при этом я не скажу, что фильм хороший У него три золотых малины и куча номинаций на эту постыдную премию Сиквелы Рокки по большей части являются бледной копией оригинала Да, некоторые из них можно назвать неплохими Такие как Рокки 2 или шестая часть и третья мне нравится в принципе Но в основном так себе или даже плохо И вот выходит Крит У нас в прокате носящий под заголовок наследие Рокки Который можно смело назвать неплохим преемником Или даже больше прекрасным фильмом Да-да, я не оговорился Я считаю новую ленту, где так или иначе вновь появляется Сталлоне в роли легендарного Рокки Прекрасным фильмом и, наверное, лучшим сиквелом Рокки Да, он повторяет некоторые элементы оригинала Но в то же время является самостоятельным и вполне интересным фильмом В конце концов, цель любой спортивной драмы заключается в том Чтобы подвести нас к поединку в финале И чтобы мы переживали и болели за главного персонажа Будто финальное соревнование самое всамделешнее Так вот, фильм Крит справляется с этим на все 100% Кроме того, опять же он набит большим количеством фан-сервиса Но в то же время не превращается в бесконечную череду самокопирования Все держится в скромных рамках и фильм в этом плане не наглеет Это вызывает чувство легкой ностальгии Создается ощущение, что будто бы встретил старого друга Который рассказывает тебе, что же в его жизни случилось дальше И ты можешь с этим старым другом погрустить о былых годах Или пережить их вновь в своих воспоминаниях И это чудесно Лента избавляется от пафоса предыдущих сиквелов И становится ближе к оригинальному Рокки А Сильвестр Сталлоне вспоминает, что он таки актер, а не только экшен-герой Критики, журналисты уже отметили награды Мислая Академики вновь дали ему номинацию за ту же роль И мне кажется, что это будет Оскар, поскольку Сильвестр Сталлоне тут хорош Он сыграл стареющего, одинокого героя Да-да, даже Рокки стареет, ведь он прежде всего простой человек Вследствие этого фильм можно назвать не только спортивной драмой, но и хорошей жизненной драмой Все, что у меня есть, поставлено на ком И я здесь Сидишь тут, плачешься, что никто тебя не любит Я с тобой каждый день, я стою прямо перед тобой Что радует, хоть это и продолжение Рокки Но сам Рокки здесь не главный персонаж На первый план выходит незаконно рожденный сын Аполло Крида Адонис Крит Я не знаю, чем вызвана была такая любовь к именам греческих богов Роль Адониса исполнил Майкл Б. Джордан На мой взгляд, хорошо исполнил Его персонаж мучается от того, что он находится в тени своего знаменитого отца И не желает пользоваться его славой в своих целях Он хочет добиться всего сам Боится, что за громким именем не заметит его самого, что и происходит в итоге в фильме Кроме всего прочего, он боится того, что взяв эту фамилию, он опозорится В общем, большой груз ответственности взвален на плечи молодого паренька Который также желает сделать боксерскую карьеру Но не потому, что отец у него такой А потому, что больше ничем другим он не может заниматься чисто морально Из-за некоторых факторов он вынужден скрывать свое родство с Кридом И единственный, кому он может открыться, это Рокки Старый друг и соперник его погибшего на ринге отца Каждый мой шаг Каждый удар Все будут сравнивать с ним Ты сын Аполла Крида Картина только выигрывает от переноса акцента на другого персонажа Здесь мы вновь наблюдаем за историей становления молодого бойца Именно поэтому этот фильм выдержан в лучших традициях оригинального Рокки И прямо наилучшим образом повторяет некоторые успешные ходы первого фильма Кто-то скажет клише, но черт возьми, как же хорошо они тут поданы и исполнены Эмоции бьют ключом в тех местах, где задумано Музыка хоть и не авторство Билла Конти, но тоже неплоха А весь фильм в целом способствует тому, что хочешь не хочешь А начинаешь болеть за главного героя ленты во время боев Кстати, также хочу отметить работу оператора Посмотрите внимательно Один из боев вообще снят одним непрерывающимся длинным планом И кроме того, все бои выполнены весьма правдоподобно Я верил каждому удару В общем, я в восторге от новой ленты И, конечно, я без ума от оригинального Рокки Сегодня у меня вот такой обзор Крида, совмещенный с ретроспективой Рокки Криду я ставлю золото Сходите в кино, составьте свое мнение, как это обычно я говорю А Рокки вообще вне каких-либо оценок Ну а с вами был Сокол Пока! Реванши не будет, не будет, я не хочу Настала пора отдавать долги Спасибо заibrzust! Рокки 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 Продолжение следует...